Тацумаки раздевает Сайтаму, который уже смирился с тем, что сестренка Фубуки не намерена прекращать весь этот балаган, в то время как сама Тацумаки очень рада тому, что может применять свою силу против человека, который может ее выдержать. Фубуки беспокоится за Сайтаму, появление Росомахи в А-классе, а также гигантского монстра драконьего уровня, который одним движением уничтожает половину города. И Стальная Бита, герой С-класса, который наконец-то успел вовремя к появлению монстра. Сайтаму все-таки разозлился на Тацумаки, потому что она заходит слишком далеко и позволяет себе много лишнего. Но давайте все по порядку. Привет, друзья! Это обзор 225-й главы манги One Punch Man. Прежде чем мы начнем, хочу поделиться с вами прекрасной новостью. Буквально вчера настало больше 100 тысяч! Огромное вам спасибо за вашу поддержку, веру в меня, слова поздравления и терпения. Ведь у меня было немало проблем, из-за которых мне приходилось надолго оставлять свой канал. Но вы все же оставались со мной и поддерживали меня как могли. Именно поэтому мне хочется выразить вам искреннюю благодарность. В последнее время, несмотря на то, что алгоритмы Ютуба не позволяют моим видео попасть в рекомендации, я стараюсь выкладывать их как можно чаще и впредь я буду стараться еще сильнее. Хочу также поблагодарить тех, кто поддерживает меня донатами. Это тоже очень большая поддержка и мотивация. Огромное вам спасибо, друзья! Для тех, кто тоже захочет поддержать канал, ссылка на донат будет в описании под видео. Извините, что так затянул с началом обзора. Что ж, не буду вас больше томить, давайте перейдем к 225 главе. Итак, на обложке нас встречает Стальная Бита, который уже полностью здоров и готов к любой битве. Далее нам показывают продолжение битвы Сайтамы против Татсумаки, которая безумно рада сражаться против человека, способного устоять после ее сильнейших атак. Настолько сильнейших, что она даже раздела Сайтаму. И ей это, судя по всему, понравилось. Ибо она и дальше продолжает его атаковать, подкидывая его как мячик. Ну вы видите, да? Видите? Не, ну ты это видел? Видел? Да. Она просто хочет попробовать с ним все свои способности. И спробовать на нем абсолютно все. Она попросту играется с ним. Ей это действительно нравится. Без рофла. Вы сами это видите. Ну а здесь, в подвале ассоциаций героев, откуда наш лысик и Татсу улетели, все еще стоит Фубуки, которая думает о своей сестре. И скорее всего Сайтами. Кто знает, может она действительно испытывает к нему чувства. Да-да-да, я знаю, знаю. Вы сейчас напишите, фууууу, романтика Ван Панчмане, неееет. Да не, вы че. В этом нету ничего плохого. Если вы думаете, что Ван и Мурата будут акцентировать на этом большое внимание, вы ошибаетесь. Так что вам бояться нечего. А если серьезно, то, конечно, будут такие намеки, ибо фандом Ван Панчмана велик. И всякие альтернативные сюжеты и фанатские арты про этих троих персонажей очень популярны. Думаю, щипперы тут присутствуют. Напишите, какая пара вам нравится больше. Сайтама с Тацумаки или Фубуки. Так вот, она все-таки прислушивается к своей сестре. Как та того и хотела, она оставила свою группировку. И сказала им больше не следить за ней. И улетела. Скорее всего, чтобы разобраться со своей сестрой. Ибо ей уже все надоело. И она уже не та мелкая девчонка, которую должна защищать Тацумаки. Итак, теперь перейдем к нашему Росомахе. Чуть позже вы поймете, почему я так зову героя А-класса из Ван Панчмана. Которого, кстати говоря, окружила целая толпа бандитов. Они его подставили, использовав для этого девушку как приманку. И вот, казалось бы, сейчас он встанет, раскроет свои когти, как Росомаха, и раскинет их всех. Ну или пойдет как настоящий герой. Он упал. Но не так, как он хотел. Сайтама буквально влетела в него и впечатала его в пол, как наклейку. Он, конечно, сразу обвиняет Тацумаки и говорит, что все это ее рук дело. Он слегка зол. А Тацумаки вроде бы уже чуточку успокоилась. Эти бандиты начали выпендриваться. И Сайтаме пришлось наказать этих дебилов. Она его дождалась. И своим взглядом дала нам понять, что другие не могут наезжать на его Сайтаму. Ибо сейчас она с ним занята. Далее, на город Аш нападает гигантский монстр-ежик демонического уровня. Который уничтожает целые районы города лишь одним движением. Новости об этой трагедии везде. И вот Стальная Абита, которая направляется к этому монстру в надежде, что успеет с ним сразиться. Ведь в последнее время у него это не получается. Я могу вспомнить лишь момент, когда он бежал к многоножке старейшине. И его путь пригородил Гарроу, который и не дал ему с ним сразиться. И еще несколько незначительных моментов из битвы против ассоциаций монстров. Напомните мне в комментариях. А то я что-то не могу вспомнить. Так вот, наконец-то он смог добраться к монстру. И вот, казалось бы, должна начаться настоящая бойня против гиганта-монстра. Но не тут-то было. Сайтама и Татсумаки пролетели сквозь этого монстра, моментально истребив его и разозлив этим стальную биту. На этот раз Татсумаки оседлала Сайтаму. Прошлый раз Сайтама был сверху. Ну, такая деталь интересная. Сайтама очень злится на нее, потому что она опять разрушает дома. А дом для Сайтамы это как распродажи. Ну, почти. Он ведь очень любил свой старый дом. И даже забрал из обломков все вещи, которые он там нашел с Геннессом. Бита тем временем, просто смирившись с тем, что ему не везет, отвернулся и пошел домой к своей сестренке. На этом новая 225 глава завершается. Которая, к слову, мне очень понравилась. Хоть она и была короткой. И сложилось такое мнение, что нам мало что показали. Не беспокойтесь. Нам сперва хотят показать бой между Сайтамой и Татсумаки. После, думаю, нас ждет много чего интересного. Впереди история про бога монстров. Бласта и его команды. А также секрет силы Сайтамы, которые, возможно, нам будут раскрывать понемножку. Друзья, если вам понравился мой обзор, поставьте лайк и напишите любой комментарий. Давайте сопроводим это видео в рекомендации. Огромное всем спасибо, друзья. Следующая глава выйдет буквально через две недели. Будем ждать с нетерпением. Ладно. Адиас, амигас.